Дмитрий Волошин Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Ну что, расскажете нам сегодня, какие они на самом деле, наши химки? Я составил за это время список вопросов. Этот список сформирован из самых частых вопросов жителей, которые мне присылают в группу. Они пишут это везде, как и в предлагаемой новости, так и задают в личных сообщениях, так и в комментариях. Список небольшой для начала. И начнем, пожалуй, с самого актуального. Это пробки. Когда химки избавятся от пробок? Вот почему в других городах Подмосковья область так активно презентует новые путепроводы, дороги, мосты, развязки и все это, кроме химок? У нас вот только про Машкинскую развязку недавно стало известно, но еще долго ждать, когда ее построят. Она уже нужна, как говорится, вчера, так же, как и Репинская развязка, так же, съезды с М-11, которые тоже люди очень просят. И улучшение транспортной доступности старых химок, модернизация, наверное, дорог, может быть, автобусные карманы какие-нибудь новые, расширения. Вот почему химки это все обходят стороной? Я думаю, что суждение является не совсем точным насчет того, что здесь ничего не делается для того, чтобы развивалась транспортная инфраструктура. Так как открыта и новая дорога вокруг аэропорта нашего, и мы делаем сейчас, скажем так, взвешенные грамотные решения, касаемо реконструкции дорожного полотна. Транспортными развязками должны заниматься специалисты. Что мы сделали как муниципальные власти? Мы обратились в институт, и институт разработал для нас комплексную организацию дорожного движения. И мы не строим с нуля город, иначе это были бы совершенно другие требования и показатели. Наша задача сегодня именно интегрировать правильно решения в уже существующую инфраструктуру. Для этого необходимо сделать комплексную организацию дорожного движения. Для того, чтобы ее сделать, необходимо было сделать исследование. Какие исследования? Сколько в среднем на той или иной улице автомобиль находится в пробке? Какая скорость движения автомобиля в среднем на каждой улице? То есть это огромные, большие данные, которые необходимо получить для того, чтобы сделать ксот. Таких, как строительство Машкинского путепровода. Ведь ни для кого не секрет, что граница с нами — это Москва. И мы, то есть этот путепровод проходит как через Химки, так и через Москву, через федеральную трассу М-10, Ленинградское шоссе. И уходит уже в сторону Шереметьево. И, во-первых, это миллиарды рублей строительство этого путепровода. Во-вторых, это два субъекта, все разрешительные необходимые документации для того, чтобы реализовать этот проект. Также необходимо сделать исследование. Но важно дать старт этой программе. И когда Андрей Юрьевич Воробьев приезжал летом в городской округ Химки, этот вопрос поднимался, обсуждался. И была поставлена им задача начать проектирование в 2019 году. Также есть такие меры, как так называемые умные повороты. То есть для того, чтобы сделать более компактную тротуарную сеть и сделать еще одну полосу, допустим, выезда на Ленинградское шоссе. Это вот в частности часть около Лиги. Сейчас обсуждается этот блок дороги. Поэтому суммарно, комплексно, 93 меры, которые нужно сегодня реализовать. Эти меры разбиты на 5 лет. Это абсолютно объективные сроки. Разгрузить пробки, которые здесь накопились за последние 25 лет, невозможно за 2 года. Но возможно дать разгрузку в течение 5 лет. Очень важно все-таки сказать о парковках. Это очень важная тема. Не в каждом доме у нас есть проблемы с парковочным пространством в городе. Есть где абсолютно эти проблемы решены. Там, где построены подземные паркинги и надземные плоскостные сооружения. Но есть вот 2 микрорайона. Очень острая проблема. Это Новокуркино и Левобережное. Как эти проблемы решаются, люди не понимают, не знают. Значит, что мы сделали? Мы взяли в двух этих районах. Посмотрели все свободные земельные участки, которые муниципальные, неразграниченная государственная собственность и аренда. Таких участков суммарно 15 гектар. Встретились с предпринимателями, которые сегодня управляют этими земельными участками. Сделали глубокий очень анализ в администрации города на предмет, что это за участки. И посмотрели, что потенциально можно сделать плоскостные парковки, дворовые парковки и многоуровневые парковки. Мощность этих участков 14 тысяч машиномест. То есть достаточно серьезная. Что нужно для того, чтобы сегодня максимально разгрузить проблему с парковками в этих микрорайонах? Первое. Мы закладываем сейчас в планах на благоустройство 2019 года как раз парковочные карманы, плоскостные наши сооружения в этих двух микрорайонах в первую очередь для того, чтобы разгрузить. Раз. Карта выйдет, я думаю, что уже окончательное в феврале 2019 года. Так как я буду проводить традиционные встречи с нашими жителями в этих микрорайонах, мы презентуем обязательно те дворы и те междворовые территории, в которых появится это парковочное пространство. Но также будут построены многоуровневые парковки. Многоуровневые парковки не просто железные сооружения, которые обычно ставят, а это некая автомобильная инфраструктура. То есть это будет паркинг, там будет отделение для хранения резины, это будут мойки автомобилей, автосервисы с легким видом ремонта, то есть колодки, масло, элементарно простые, автомагазин. То есть все, что связано с автомобилем. Мы пойдем навстречу и вместо обычной парковки разрешим еще построить транспортную инфраструктуру автомобильную. Взамен нам будут предоставлены социальные машиноместа. Жители не все в состоянии сегодня оплачивать аренду машиноместа. Значит, наша задача людям помочь сегодня все-таки припарковать машину, либо это сделать за какую-то льготную стоимость, либо это должно быть бесплатно. Зачем нам в Химках столько пекарем? Просто жители очень бунтуют, ведь когда около их дома начинается опять строительство нового торгового объекта, фонторгового павильона, и при этом вырыбаются деревья. И просто у нас как бы, как они говорят, что у нас очень много этих торговых объектов просто усыпанных Химки. Вот. Зачем? Давайте посмотрим, сколько их было 4 года назад. Значит, нестационарных объектов было 550 в городском округе Химки. Часть этих объектов являлись предметами самовольного строительства, и более 300 объектов были снесены через комиссию по самовольному строительству города. В том числе и на нашей станции Химки несколько десятков павильонов также было аннулировано. Сегодня два пути, каким образом может быть установлен нестационарный объект. В свое время это были договоры аренды, сейчас в настоящий момент это схема размещения нестационарных объектов, которая утверждается в Министерстве потребительского рынка. Так вот, предприниматели, о которых идет речь, это одна компания, она платила, ну, фактически 10 лет аренду сегодня в городском округе Химки, и эти участки были предоставлены им администрацией. Нужно также отметить, что поступление в бюджет в городском округе Химки сегодня это что? Это налоги, это продажа земельных участков под объектами, это инвестиционные контракты и это аренда земельных участков. То есть мы на эти деньги строим школы, строим садики, организуем парковочные места и развиваем дорожную инфраструктуру, о которой мы только что с вами говорили. Так как эти объекты были уже выданы, и за них платилась аренда, мы не можем сегодня не ставить этот нестационар. В настоящее время, насколько я знаю, осталось два или три павильона, и по просьбам жителей на улице 8 марта мы приостановили, отозвали порубочный билет для того, чтобы каким-то образом предоставить какой-то другой земельный участок, и наши жители не волновались. Но нужно понимать, что в другом доме живут другие жители, и они тоже не хотят видеть у себя пекарню около дома. Еще много появляется сообщений по поводу здравоохранения, то, что, например, сотрудников не хватает, и сами сотрудники жалуются тоже, что вызовов много, они не успевают их все это обработать. Как это можно отрешить проблему с этим длительным ожиданием вызова, например? Да, нужно каждый случай конкретно разбирать. Проблемы были в летом 2018 году кадровые, по терапевтам, по педиатрам, но уже набор был произведен до 1 сентября 2018 года. Сейчас это находится под моим постоянным контролем. Мы разбираем каждую поликлинику, каждую больницу отдельно на совещаниях. У нас есть также изменения в администрации по нашим коллегам, которые курируют сегодня наше здравоохранение в городском округе Химки. Там есть, где наводить порядок периодически. Я сам сталкиваюсь, и ко мне приходят люди на прием. На что сейчас мы нацелены? Первое – это модернизация оборудования. Очень важно для нас сейчас, и это для нас абсолютно понятная программа. Мы позже дадим обязательно релиз по этому поводу. В каком медицинском учреждении какое оборудование будет модернизировано. И у нас есть объекты, где необходим капитальный ремонт, где текущий ремонт. Вот именно в этой части. С кадрами сегодня не сказать, что у нас стоит какая-то большая проблема. Она решена была в конце как раз этого года. Но мы должны также понимать, через дорогу Куркина, через дорогу Северного округа Москвы. Соответственно, сравнивать зарплаты в нашем субъекте и в Москве, когда это через дорогу, это тоже будет не совсем точно. Разбирать вот так этот вопрос. Что мы делаем? Мы даем квартиру сегодня нашим медикам. Мы компенсируем сегодня часть оплаты за съем жилого помещения. Все вопросы, по которым обращаются сегодня медицинские сотрудники, в администрации, они стоят на особом контроле. То есть мы таким вот социальным пакетом сегодня делаем все возможное для того, чтобы оставить наших врачей на нашей территории. Ну, теперь перейдем к теме ЖКХ, наверное, тоже больная тема такая. Но вот больше всего спрашивают при ремонт подъездов, который сейчас закончился, вот эта программа. Просто люди жалуются, что порой доходит до абсурда при ремонте этих подъездов, потому что рабочие строители закрашивают даже кнопки лифтов, кнопки звонков, кладут плитку волнами, на старую плитку кладут, вот, и не убирают за собой строительный мусор. Вот как это можно контролировать и, может быть, хотя бы минимизировать такие вот косяки строителей? Давайте вернемся к началу этой программы в 2016 году. У нас большой объем подъездов в Химках, 3300, и с каждым годом мы вводим больше домов в эксплуатацию, этот объем растет. Мы отремонтировали на сегодняшний день 1800 подъездов. В 2016 году качество работ, но, мягко говоря, оставляло желать лучшего. И персонально пришлось мне этим заниматься, и заместителям моим. Значит, мы отстраивали эту работу. В 2017 году это качество стало еще лучше, и в 2018 году это качество стало на порядок лучше по сравнению с предыдущими периодами. Я из чего исхожу? Из количества обращений жителей. Допустим, их было 100 обращений условно, стало там 70, а сейчас их 20. То есть я опираюсь сугубо на статистику. Обращения жителей, ну, как вам хорошо известно, мы рассматриваем не только имейл или письмо, а мы смотрим также интернет. Социальные сети, аккаунты администрации, имейлы. Падение по этой проблематике, оно 70% составляет по сравнению с 2016 годом. Но вот 30% еще остаются проблемными. Но давайте будем справедливыми, Никита, и говорить о том, что есть подъезды, которые сделаны идеально, которые вылизаны, вот если так можно выразиться, у которых стоит дополнительно, управляющие компании вышли за рамки сметы и сделали намного больше для жильцов, которые пожелали. Допустим, смета 300 тысяч, а работы выполнены на миллион рублей. Я такие подъезды видел. Эта программа, она не заканчивается, она продолжается. И сейчас формируется план на 2019 год. В этом году 713 подъездов было отремонтировано. И такой же объем будет у нас не менее в 2019 году. Также тема очень интересная, стоит обратить внимание. Вот посмотрите, у нас около 80 управляющих компаний на территории. Подъезды ремонтируются, если дом старше 5 лет. И далеко не все управляющие компании сегодня идут навстречу. Почему? Это губернаторская программа. 50% софинансирует правительство Московской области. Часть управляющих компаний и 5% по этой программе оплачивают жители. Стоит отметить, что в Химках жителей не берется плата этих 5% за ремонт подъездов. Это на себя берут управляющие компании. Не все управляющие компании дают сегодня нам положительный ответ по поводу ремонта. То есть они просто откровенно отказываются ремонтировать. Что это означает? Но мы же не можем сбавить темп. И я не могу, как местная власть, сказать, ну если они отказываются, значит не будем ремонтировать. Поэтому вся эта нагрузка перекладывается на городские наши компании, на дирекцию единого заказчика. Ну а на данный момент у администрации есть какие-нибудь рычаги воздействия на эти управляющие компании? Вот они добросовестные, которые не хотят ничего особо делать. Вот тот же самый ремонт. У нас нет каких-то особых рычагов воздействия на управляющие компании, но сейчас, так как у нас вообще тема с управлением многоквартирными домами, она очень живая и она обсуждается очень часто, в том числе и к нам люди обращаются, мы проводим разного рода мероприятия, встречи, собираем управляющие компании. Мы уже погрузились глубоко в эту тематику. Значит, а что у нас выясняется? Ну, во-первых, работники, которые трудятся в этих управляющих компаниях, они не все имеют патент на работу, они не все имеют право сегодня работать. Нам помогает полиция в этом отношении штрафовать эти управляющие компании, наводить порядок. Во-вторых, значит, у нас есть установка, чтобы все подвалы и чердаки были закрыты в установленном порядке. Это также не все управляющие компании сегодня соблюдают, и администрация разбирается по этому поводу. И мы собрали статистику очень интересную за 2018 год, жалоб именно по расходованию денежных средств. То есть люди жалуются, что управляющая компания непонятно куда тратит деньги или просто деньги собирает, но ничего абсолютно с домом не делает, и уже компетентные органы, они будут заниматься этим разбирательством. В чистом виде мы можем только консолидировать информацию, ее направлять для уже дальнейшего реагирования. Но сегодня вызвать управляющую компанию, заставить ее что-то делать, это предприниматели, мы не имеем права сегодня оказывать давление. Понятно. Спасибо. Поэтому очень много разного рода судов, и об этом не все знают, думают, что это администрация, она делает так или этак, но нужно точно понимать, какие есть у нас пути решения сегодня. Спасибо. Ну, теперь планово перейдем к нынешней зиме. Вот сейчас пока просто Химка хорошо чистит снег, да? Но если повторится, например, такие же снежные ЧП, то наши службы будут готовы к этим ЧП, и мы не утонем в сугробах. Давайте тогда вернемся к прошлому году, чтобы мы провели какой-то параллель, сравнение. Когда выпал вот этот аномальный снегопад, нам задавали вопрос также о том, почему вот мой двор с утра весь не почищен, когда выпали осадки в три раза превышающие норму. Нужно понимать, что в первую очередь у нас чистятся дороги общего пользования, остановки, подъездные пути, федеральные, региональные, муниципальные трассы, потому как не должно произойти никакого ЧП, например, скорая помощь не может заехать, потому что не убран двор, или еще какая-то большая пробка, транспорт не может забрать людей с остановки. Поэтому вот эти артерии мы убираем в первую очередь. И в вторую очередь мы уже убираем дворовые территории. Химки убираются по нормативу. В этот аномальный снегопад мы убирали город 10 дней. Ну, то есть фактически мы находились в той норме, которая сегодня прописана законом. Дворники работают в три смены в этот момент, и мы даем, конечно, усиление. Допустим, в прошлом году мы дали дополнительно 50 грузовиков, которые занимались вывозом на протяжении вот этой полторы недели, и дежурили, потому как этих снегопадов было 3 или 4, если я не ошибаюсь, вот таких больших. Да, работали. То есть это дополнительные расходы, которые должны быть учтены обязательно при уборке нашей территории. В этом году мы подготовлены, мы понимаем, что снег в любом случае пойдет, это очень хорошо. Но это будет убираться все в рамках норматива. Чтобы человек мог пройти, женщина с коляской могла проехать, можно было выйти на остановку, спокойно сесть в автобус или троллейбус. То есть вот это те основные требования, которые у нас сегодня есть. Ну что ж, спасибо большое за вопросы. Я думаю, нужно проводить такие встречи раз в квартал. Пожалуйста, приходите. Я готов ответить, как говорится, без бумажки на любой вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok